Густые леса На протяжении последних полутора веков она вдохновляла лучших русских художников, которые так любили приезжать сюда. Илья Репин, Исаак Левитан и Архип Куинджи, Валентин Серов и Петр Чистяков, Николай Рерих и Аполлинарий Васнецов, Василий Бакшеев и Иван Творожников, Юрий Кугач и Вячеслав Шумилов, Владимир Токарев и Валентин Сидоров. Картины этих живописцев, которые вдохновила Вашневолодская земля, мы сегодня видим в Третьяковской галерее и Русском музее, в лучших художественных коллекциях мира. Думаю, что все они испытывали чувства, сходные с теми, что выразил в своих стихах поэт Семен Воскресенский. Сам он родился в селе Ильинском и всю свою жизнь провел среди этой скромной, но столь дорогой нашему сердцу природы. Мы бессознательно счастливы лишь от того, что круглый год глаза ласкает молчаливый лесов туманный хоровод. И на задумчивой березке чуть шевельнувшийся листок, и пыль на бойком перекрестке сто крат исхоженных дорог. И каждый куст, и каждый камень, земля, зажатая в руке, все разговаривает с нами на самом близком языке. Академическая дача. Здесь и сегодня работают многие известные живописцы. Она была основана известнейшим русским купцом Василием Кокаревым. В этом году мы отмечаем 200 лет со дня его рождения. Красивейшие пейзажи Верхневолжья. Озером Стено, исток реки Мсты. Здесь проходила Вашневолодская водная система, детище Петра I. Творение выдающегося Вашневолодского самородка Михаила Сердюкова. Дом в селе Овсище, где сегодня располагается библиотека и создается музейный комплекс. Некогда он принадлежал помещикам Милюковым. Здесь бывали выдающиеся художники Алексей Деницианов, Григорий Сорока, Станислав Жуковский. Недаром один из туристических маршрутов Ушневолодского края носит название «В краю вдохновения». Красота природы сочетается с духовной красотой, тягой к Богу. И неудивительно, что на берегах рек и озер, среди перелесков, мы видим купола церквей и часовин. Еще один туристический маршрут в Ушневолодском районе называется «Здесь дремлют древние погосты». Троицкая церковь с пятиярусной колокольней в селе Осечна. Рядом с ней могилы людей, известных всей России. Член императорского географического общества барон Услар. Участник Отечественной войны 1812 года генерал Цибульский. Возрождается Николостолобенский монастырь в поселке Белый Омут. Заканчиваются реставрационные работы в церкви Преображения Господня в Леонтьеве. Возводятся новые храмы и часовни. Вера в Бога, вера в родную землю, вера в себя – это главное, что должно быть у человека. 2017 год объявлен в России Годом экологии. Так что для Вашневолодской земли это год особенный. Ведь на территории района находятся 39 государственных природных заказников и 10 памятников природы. Неподалеку от деревни Ильинская есть единственный в Тверском крае заповедник орхидей. Наибольшее внимание привлекает орхидея, которую называют Венерин башмачок. Неудивительно, что с ней связаны многие легенды. На территории Ясиновичевского сельского поселения находится самая высокая – 347 метров – точка Валдайской возвышенности. Жителям Вашневолодского района есть чем гордиться, есть что хранить, есть о чем заботиться. Ежегодно в районе проходит конкурс на благоустройство населенных пунктов. И здесь главная инициатива принадлежит жителям поселков, сел и деревень. Сколько фантазии, выдумки применяют они, чтобы именно их улица, их дом, их усадебный участок стал лучшим, выделялся среди других. Большие работы по благоустройству проводит и администрация Вашневолодского района. Идет ремонт дорожной сети, создаются зоны отдыха, организуется раздельный сбор мусора в поселках и селах района. Только так, объединив усилия, мы можем сохранить эту заповедную, воспетую художниками землю, передать ее нашим детям, внукам и правнукам. Пусть и дальше приезжают к нам поэты и художники, гости со всего мира. Пусть и дальше Вашневолодскую землю называют краем вдохновения.